Музыка До Нового года 21 день, а потом у школьников начнутся любимые зимние каникулы, у взрослых новогодние праздничные дни, а вот у большинства студентов зачеты, экзамены, сессия. А потом время стремительно побежит на весну и настанет горячая ответственная пора для выпускников 9-11 классов. Конечно, сдача ГИА и ЕГЭ, но главное – выбор дальнейшего пути, выбор профессии. Где работать им тогда, чем заниматься? Далеко не каждый молодой человек может легко ответить на вопрос, кем ты хочешь стать. Вот и получается, что задуматься о выборе надо уже сейчас. И в помощь стала региональная выставка «Образование, наука, бизнес», на которой побывала съемочная группа нашего открытого урока. Это не просто выставка, ведь это в преддверии того, когда человек выбирает свой жизненный путь. Когда мы говорим, что счастлив человек или нет, вот любовь, семья – это все то, что сопровождает жизнь человека, без этого нельзя. Это составные такие большие части понятий такого философского, что же такое счастье. Но есть работа. Вот работа любимая или нелюбимая. Вот в этом человеке. Если человек идет на любимую работу, он счастлив, он уже счастлив. И вот принять это решение очень непросто. Здесь должен и сам молодой человек, выпускник, думать, очень серьезно думать, понимать, что он хочет и кем он хочет стать. Родители, школа, товарищи, старшие товарищи, конечно, имеет значение посещение таких выставок, без всякого сомнения. И название это ее, посмотрите, «Образование, наука и бизнес». Я желаю всем нам плодотворной работы. Пусть каждое образовательное учреждение, пусть каждый участник этой выставки обязательно найдут своих партнеров, единомышленников, что поможет каждому в реализации его перспективных проектов. Я желаю всем нам плодотворной работы и успехов. На стендах самарских институтов, университетов, колледжей, техникумов была представлена не только подробная информация об этих учебных заведениях, но можно было наглядно познакомиться с профессиями, увидеть фильмы о жизни студентов и получить исчерпывающий ответ на любой вопрос о поступлении, учебе, возможности реализовать себя. Здесь же на выставке можно было принять участие в пресс-конференции, на которой подводились итоги третьей недели труда «Семь шагов к профессии». В 2013 году участниками этой недели стали около 30 тысяч учеников первых-одиннадцатых классов общеобразовательных школ области и студентов учреждений профобразования. Отмечалось, что в этом году присоединились и родители, да и работодатели, которые ранее не очень охотно шли на контакт, изменили свое отношение и к системе профессионального образования, и к проводимой в нашей области неделе труда. Это, во-первых, доверие к тому, что делала система образования до этого и продолжает делать в плане профориентационной работы. Это информированность о том, что такие работы ведутся. И это показатель того, что наши работодатели начали мыслить перспективно, жить не сегодняшним днем, а уже иметь какие-то свои проекты и планы развития, под которые им нужны будут кадры. Скажите, в Самарской области есть активные кластеры, которые сегодня работают, то есть цепочка школы, СУЗы и бизнес-структуры? Самым развивающимся на сегодня кластером в Самарской области является, конечно, кластер авиационной промышленности. Здесь очень тесная связь уже организована, я бы сказала, ядром которой является Аэрокосмический университет, который вокруг себя уже начинает собирать в содержательном плане и образовательные учреждения среднего профессионального образования, и выходит к школам, создает у себя творческие школы для обучающихся в общепообразовательных учреждениях, и, безусловно, это предприятие ЦСКБ «Прогресс» и бизнес-структуры. Еще один немаловажный показатель, по мнению Ларисы Загребовой, мероприятия недели делают более актуальной тему закрепления молодежи на Малой Родине. В этом году в юго-западном и юго-восточном образовательных округах прошли встречи старшеклассников с руководителями администрации поселений и малых городов на темы «Профессии моего города. Перспективы развития села». Муниципалитеты начинают позиционировать себя как работодатели, как те, кто заинтересован, чтобы дети, которые живут на их территории, обучались, получали специальности, которые востребованы на этой территории, для того, чтобы они потом оставались на этой территории и были залогом его дальнейшего развития. У недели труда уже есть традиционные формы проведения мероприятий. В школах области успешно проходят Дни профессии и генеральные встречи. Самой популярной акцией 2013 года стала «Мама-папа-гид», когда экскурсоводами по рабочим местам становятся для своих детей сами родители. В прошлом году впервые на базе Самарского техникума авиационно-космического машиностроения им. Козлова было проведено мероприятие «Стартовая площадка». Это дискуссия школьников, студентов и работодателей на базе техникума. Дискуссия на тему перспективны ли профессии, которые получают ребята в техникуме, перспективна ли работа на реальном производстве и так далее. Попробовали, провели. В этом году это мероприятие было проведено уже без участия организаторов недели самостоятельно в 25 учреждениях профессионального образования. В третью неделю труда было проведено более 1200 мероприятий, что позволило приблизить систему профориентации к реальному производству. Позволило школьникам познакомиться с ведущими предприятиями области, с содержанием нескольких сотен профессий, востребованных на современном производстве. Все отрасли теперь понимают, что система образования – это есть ресурс кадрового обеспечения любой программы, которая формируется на территории. Кто бы сейчас не формировал свою программу, Министерство экономики, Министерство сельского хозяйства, здравоохранения или другое какое-то ведомство, без раздела кадрового обеспечения программа не будет реализована. Это будут слова. Только тогда, когда все процессы развития будут обеспечены необходимым количеством и качеством кадров, только тогда можно говорить о действительном развитии. И вот это понимание произошло. Итоги подведены. Финальной точкой недели труда стало награждение благодарственными письмами ее самых активных участников. В наступающем, 2014 году, будут новые «Семь шагов к профессии». Наш открытый урок продолжился уже в Министерстве образования и науки Самарской области. Здесь тоже подводили итоги. Предварительные итоги первого учебного полугодия в системе профессионального образования. Отсутствие приемных экзаменов сделало более доступным поступление в колледжи и техникумы. Как оказалось, самыми популярными специальностями стали в этом году дошкольное образование, сестринское дело, техническое обслуживание, ремонт автомобилей, программирование компьютерных систем, переработка нефтегаза, технология машиностроения. А вот востребованные на рынке труда строительные профессии не пользовались у абитуриентов большим спросом. Я не могла бы сказать, что у населения возрос интерес к вот этим специальностям. То есть промышленность и экономика, точнее, Самарского региона есть такая потребность. У экономики Самарского региона есть такая потребность, а вот население еще недостаточно хорошо на эту потребность откликается. Я думаю, здесь ситуация все-таки в том, что, может быть, не удовлетворяет младых людей условия работы в строительных организациях. Может быть, вот это основная из причин. Что касается организации образовательного процесса, у нас в этом плане все простроено достаточно хорошо. Мы поддерживаем тесную связь с работодателями. Мы учитываем их пожелания к компетенциям, которые должен получить выпускник. И все программы обучения, они отработаны с работодателями. В этом году колледжи с медицинским направлением перешли в ведение Министерства здравоохранения Самарской области. С января 2014 года произойдет передача профессиональных учебных заведений сельскохозяйственного направления в министерство, отвечающее за его развитие. В этих учреждениях реализуется не только укропненная группа специальностей сельскохозяйства, но и очень много специальностей социальной сферы, сферы обслуживания. Поэтому Министерство сельского хозяйства на себя берет обязательства готовить кадры под все потребности сельской местности. В уходящем году был создан Координационный совет при губернаторе области, в работе которого намечены главные направления формирования рынка труда. В плане профориентации, по поручению губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина проведена очень большая работа по социальной поддержке обучающихся студентов. Очень большое количество различных конкурсов проведено. Кстати, в этом году впервые на территории Самарской области проводился конкурс WorldSkills, где мы заняли достойное место, выставили достаточно подготовленных ребят на этот конкурс. И по результатам этого конкурса теперь будут награждены и победители конкурса, и преподаватели, которые их подготовили. Ну и кроме вот таких конкурсов профессионального мастерства, самое, ну очень большое количество различных премий губернатора, стипендий губернатора, в самых разных номинациях по самым разумным направлениям. Совсем недавно произошло еще одно приятное событие, мимо которого мы не могли пройти. Недавно прошел конкурс региональных программ развития среднего профессионального образования. Самарская область участвовала в этом конкурсе, мы вошли в число победителей этого конкурса, а сейчас еще объявлен конкурс по реализации проекта, сейчас я скажу, как он правильно называется, подготовки рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологических отраслей промышленности на основе дуального образования. Вот в этом конкурсе мы тоже планируем принять участие, сейчас готовим заявку, я думаю, что если мы выиграем этот конкурс, то вот эта работа будет, она и так будет проводиться, но при поддержке Министерства образования Российской Федерации она будет более эффективной. То есть Самарская область участвует во всех конкурсах, которые только объявлены с тем, чтобы развивать нашу систему профессионального образования. Вот на этой ноте мы и завершаем наш сегодняшний открытый урок. Встретимся через неделю в телеэфире и на нашем сайте. Удачи всем! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!